В этом выпуске посмотрим, как варят сыр в сыроварне Александра Невской Лавры. Зерно отменное получилось у нас с тобой сегодня, без единого комка. Поговорим о ежедневной норме потребления сыра и его значении для здоровья человека. Я считаю, что это действительно кошмарить как-то наших потребителей. А шеф-повар Роман Денискин приготовит сразу три блюда с использованием различных сыров. Я, Роман Денискин, шеф-повар. Я с детства знал, что буду главным на кухне. Я прошел длинный путь, научно подходил к еде, открывал новые кафе и рестораны. Я создавал шедевры высокой кухни, увлекался авторскими идеями и погрузился в историю русских рецептур. Но спустя много лет я понял одно – еда должна быть простой и вкусной. А молочные продукты – одни из главных помощников шефа. Молоко противопоказано при установленной лактазной недостаточности, аллергии к белкам коровьего молока и при наличии у пациента клинических проявлений пищевой непереносимости. Сегодня я приготовлю блюдо, где будет участвовать такой великолепный продукт, как сыр. Сейчас у нас будет с вами аж три блюда. Я покажу, как сделать вам легкую закуску и закуску с чиабатой. Это будет называться, как вы знаете, брускетто. И мы сделаем горячее блюдо фритата. Давайте я вам покажу, как правильно запечь болгарский перец. Для этого я сегодня буду использовать фольгу. У меня в руках пищевая фольга для выпечки и для запекания от бренда Джунда. У этой фольги высокая плотность, а это значит, что она очень прочная, хорошо держит форму и у нее широкий спектр применения. Например, можно использовать при приготовлении пищи на высоких температурах или, наоборот, для хранения при низких температурах. А можно смело выкладывать на открытый огонь. На фольгу нанесен объемный рисунок. Это позволяет циркулировать горячему воздуху со всех сторон при запекании или выпечке и сокращать время готовки. Фольга от бренда Джунда – надежный помощник на кухне. Берем наш перец. Сбрызнем чуть-чуть растительным маслом. Вот так, чуть-чуть. И завернем. Буквально в несколько слоев. Завернем с одной стороны и с другой стороны. Перец один готов. Нам нужно два. И посмотрите, обратите внимание, то, что я говорил, рисунок реально объемный. Духовка разогрета уже на 180 градусов. Запекаться наши перцы будут примерно 40 минут. Мы не будем ждать, пока запекутся перцы. Я уже запек пару штук заранее, и мы продолжаем рецепт. Вот, смотрите, в принципе, все то же самое. Та же самая фольга, и мы с вами раскрываем наши перцы. И видите, хорошо, в принципе, отделяется кожица. Ну что, давайте мы подмаринуем перцы. Перец. Оливковое масло. Соль. И добавим бальзамический крем. Не надо много. Чуть-чуть. Вот так. Перец очень нежный. Давайте мы не будем рушить его текстуру. С ним надо помягче. Вот, перцы готовы. Пусть они постоят, напитаются, подмаринуются. А мы с вами начнем брускетту. Брускетта что это? Такой бутерброд по-русски. Это поджаренная чабата, хрустящая чабата. Намажем на чабату творожный сыр. Добавим наши вкусные перцы и украсим сыром. А сегодня мне помогает в готовке блинная сковородка от торговой марки «Надоба» коллекция «Дара». Разогреем ее хорошенько. И мы подготовим с вами чабату и подготовим сразу же нектарины. У нектарины плотность гораздо тверже, чем у персиков. То есть персик немножко помягче, нектарин немножко пожестче. Но нектарины мы с вами, сейчас я вам покажу, немножко обжарим. Также на сковородке. Ножичек, ну такой маленький. От торговой марки «Надоба». Вот так. Вынимаем косточку с вами. Достаточно будет половинки. Потому что блюдо у нас порционное. Если мы делаем, конечно, большую компанию, то, конечно, смело берите целый. И вот порежем вот так. Большими вот такими брусочками. Что мы делаем дальше? Нам нужна чабата, как я вам сказал, для брускеты. Попка нам не нужна. Попку вы можете засушить и использовать как сухари панировочные. Нам нужно вот такой, не слишком толстый, да, срез. Примерно это где-то 2-3 сантиметра. Не больше. У меня масло от торговой марки «Русское молоко». 82,5%. Как раз, смотрите, есть знак качества от «Роскачество». Берем вот нож для масла и аккуратно вот так размазываем по всей поверхности нашей чабаты. И то же самое с другой стороны. Вот так. Чуть-чуть добавим вот сюда как раз меда. Возьмем чайную ложку и вот этой тыльной стороной ложки вот так проведем по маслу. И выкладываем наш хлебушек на блинную сковородку. Все, и оставим. Так. Нам нужна хрустящая корочка с двух сторон. В этом рецепте мед сбалансирует вкус за счет сладости. А при обжаривании даст карамельную корочку. Можно, конечно, мед и не добавлять, но с ним будет гораздо вкуснее. И также мы с вами подготовим нектарины. Добавим чуть-чуть меда. Надо тоже нам их обжарить, чтобы получилась хрустящая... Ну, не хрустящая, а, да, чтобы произошла карамелизация нектаринов. Так. И чуть-чуть оливкового масла. И выложим на нашу блинную сковородку. И смотрим за нашей брускетой, чтобы она не сгорела. Так. Ну что, пока что у нас все здесь жарится, парится, происходит процесс. Мы с вами подготовим соус песто. Ну, как вы знаете, соус песто делается из базилика. И добавляется дорогой кедровый орешек. Но мы с вами немножко видоизменим наше песто. И добавим шпинат. Ну, добавим чуть-чуть еще петрушки. И не такой дорогой кешью по сравнению с кедровым орехом. Нектарины у нас готовы. Мы их с вами убираем. Они вот стали чуть-чуть мягкими. Как это, в принципе, и нам и надо. Вот так. Да, осталось только подсушить нашу чиабатту. Прерываемся практически в разгар готовки. Сегодня в моих рецептах есть сыры. И поэтому очень любопытно поговорить о сыроделе. Сегодня никто не сможет назвать точную дату, когда человек получил первый сыр. Однако проследить взаимоотношения человечества с сырами вполне возможно. Так в средние века монахи внесли весомое слово в сыроделе. И не только молитвами. Монахи придумали сыр солить, коптить, добавлять специи. А главное – долго и бережно за ним ухаживать до полного созревания. Монахи считали, что сыр – это прежде всего философия. И не надо спешить ни при его создании, ни при его дегустации. Такого же мнения придерживаются и сыроделы сыроварни Александра Невской Лавры. В 2018 году, начиная с совсем небольших объемов, с энтузиазмом открылась небольшая сыроварня. Сегодня это уверенное в качестве своей продукции производство с 15 наименованиями сыров с разной выдержкой. Рабочий день в сыроварне начинается с 8 утра. И в зависимости от плана и заказов варятся сыры. Сегодня сделаем полутвердый монастырский сыр. Весь процесс сыроварения начинается, прежде всего, с хорошего настроения и с чистоты. Сначала мы проходим хлорный коврик, потом бактерицидный коридор. Моем руки, обрабатываем специальными веществами. И начинаем процесс приготовления сыра. Сначала мы принимаем молоко вот в этот танк после проверки в нашей лаборатории. Потом охлаждаем его и оставляем минимум на 12 часов, максимум на 18 для коагуляции белка. После молока мы переливаем в специальную сыроварню, пастеризуем его до определенной температуры, потом охлаждаем и вносим закваски, сычужные ферменты в зависимости от сорта, типа сыра. Сейчас у нас здесь три закваски. Закваски нужно поработать определенное время. Потом мы будем вносить туда уже сычужный фермент для того, чтобы превратить молоко в плотный молочный сгусток. У нас все процессы работают четко по времени, поэтому мы всегда ставим несколько таймеров для того, чтобы они нас страховали. И мы были полностью уверены в том, что у нас технологический процесс происходит абсолютно верно. Вы как раз отметили то, что я стал очень серьезным, потому что сейчас происходят самые серьезные моменты приготовления сыра, закваска. И самое важное, мы смотрим за температурой, которая не должна никуда уходить ни вниз, ни вверх. На этой стадии мы самые-самые серьезные люди. Сейчас я начинаю вносить сычужный фермент в наше подготовленное молоко для приготовления сыра. После чего мы уже выключим наши лиры и будем ждать, когда образуется сгусток. Все делаем аккуратно, спокойно. И тогда мы полностью уверены, что наш сыр получится замечательным и вкусным для вашего удовольствия. Сейчас прошло время, после которого сычужный фермент перемешался в молоке. И я сейчас буду останавливать уже наши лиры для того, чтобы образовался сырный сгусток. Все. Сейчас будет уже один из самых сложных процессов при приготовлении сыра. Мы будем нарезать этим инструментом, называется лира, наш сырный сгусток. Мы начинаем сначала с маленькой скорости и потом будем по мере нарезки проверять это все. Да, все. Вот теперь у нас прошел процесс нарезки. Это один из важнейших моментов. Еще уточню, что сырный сгусток нарезается определенное время. То есть тут тоже очень важно за этим слиники смотреть. По мере нарезания мы немножко увеличим скорость. И потом уже будет другой процесс вымешивания. Этот процесс занимает от 5 до 8 минут. Ну а далее ежедневные ритуалы для получения нужного сыра. Слив лишней сыворотки, так называемый процесс раскисления, когда в танк вносится нужное количество воды определенной температуры. Сырное зерно повторно нагревается, уходит лишняя влага, затем помещается в специальную форму. Этот сыр вот уже через 2,5 месяца будет готов к тому, чтобы вы попробовали его. И попадает под пресс. Через некоторое время сыры отправляются в камеру созревания. 70% успеха – это правильное созревание сыра. Сейчас мы все обработали руки, обувь специальными веществами. И после этого можно зайти, но только одному человеку. Наша прекрасная камера. Здесь определенная температура, влажность и, естественно, деревянные доски из хвойных пород, для того, чтобы брови бактерий, которые работают при созревании сыра, правильно работали и не сильно множились. Здесь лежат несколько сыров монастырские, которые варим сегодня, азиага, сыр с трюфелем, настоящий чеддер. Также вот у нас есть прекрасные большие сыры швейцарской группы. Вот большая головка, красиво, вкусно и полезно. И так живет сыроварня уже более пяти лет, на территории православной святыни, возникшей по указу Петра Первого. У нас в данный момент в ассортименте четыре полутвердых сыра, два сыра с выдержкой от шести месяцев возреванием, два свежих сыра, три вида творожных сыра, ну, кефир, молоко, йогурт. Но мы стараемся делать аналоги импортных сыров, но называть их мы также не можем. Мы делаем сыр по аналогу чеддера, но у нас нет чеддера. Этот сыр называется пасхальным, потому что у него, например, есть история. Каждый сыр не рождается, ну, вот в один момент. То есть мы сварили сыр, подождали четыре месяца, когда мы понимаем, что у него раскроется вкус. Попробовали, поняли, что что-то не то, сварили еще раз, опять подождали четыре месяца. И таких процессов может быть там от трех до четырех. И вот, например, пасхальный сыр в октябре месяце мы поняли, что вот это наш вкус, и эта технологическая карта остается под этот сыр. Так как он должен вызревать полгода, его вызревание подходило как раз на праздник Светлой Пасхи. И, конечно же, этот сыр никак по-другому, как пасхальный, мы назвать не могли. Вот уже спустя, допустим, почти шесть лет мы этим занимаемся, я могу сказать, да, растут все. Не только сыроварная Александра Невская лавра растет в качестве, в производстве, да, там и наращивании оборотов, но и наши коллеги. Мы участвуем в ярмарках, и, конечно же, на любой ярмарке мы подходим к нашим коллегам и пробуем их сыры. И я могу сказать, что то, что было там два года назад, год назад и сейчас, с каждым годом сыр становится лучше. Возвращаемся на кухню, где я уже почти все подготовил для чиабатты и антипасти. Есть у нас здесь с вами петрушка. Вот всю петрушку, которая есть у нас, мы с вами вот сюда и добавим. Возьмем наш шпинат. Вот сюда. Кеши берите жареный уже, не сырой, жареный. Чуть-чуть чеснока, но на такое количество буквально нужна половинка, не больше. Вот туда перец молотый. Соль. Пармезан. Без пармезана, к сожалению, никуда. И сюда мы добавим также подсолнечное и оливковое масло. Конечно, в оригинальном рецепте идет только оливковое масло. Но здесь мы с вами сделаем, опять же, немножко по дешевле вариант. Оливковое масло. Добавлю подсолнечного масла. Вот так. И сейчас буду измельчать. Добиваясь, конечно же, гомогенной, красивой, глянцевой текстуры. Смотрите, какой красивый цвет. В принципе, то, что мы и сами добивались. Надо попробовать обязательно. Не хватает соли. Ну, конечно же, вы можете добавить только петрушку. Здесь вы можете и поиграться, и, может быть, чуть-чуть добавить кинзы, добавив какую-то восточность. Но не рекомендую в этом рецепте использовать укроп. Он не даст нужного вкуса. Так, песто готов. Ну что, давайте мы соберем первую закуску с вами, а именно брускету. Выложу нашу чиабатту на салфетку, да, тем самым избавившись от лишнего жира. А вот и молочный продукт. Сегодня мне помогают молочные продукты от торговой марки «Русское молоко». Сейчас у меня в руках творог, мягкий творог, 8%. Вот так. Теперь, что самое важное, разрезаем, выкладываем. И аккуратно вот так подкалываем и выкладываем перец. Ничего страшного, что он с семечками. Семечки также пропеклись вместе с болгарским перцем. Но это еще не все. Мы с вами сейчас возьмем мягкий сыр, козий сыр. Это даст, знаете, такой насыщенный вкус для нашей брускеты. Положим сверху козий сыр. Такими маленькими кнельками. Вот так. Буквально чуть-чуть вот такого красного лука. Вот так мы с вами положим. И чуть-чуть зелени, да, свежий шпинат. Вот так. Ну что, первое блюдо у нас с вами готово. Теперь мы займемся второй закуской. Это уже похоже больше на антипасте с перцем, да. И как раз у нас сюда пойдут нектарины. Выкладываем наши перцы. Верхней стороной перца. Вот так, аккуратно. Немножко так придавливаем можно. Берем нектарины. И вот здесь аккуратно выкладываем сверху. Они у нас получились мягенькие. Смотрите, как вилочка проходит. Уже красота, понимаете? Уже красота. Теперь мы поливаем песто. Вот так. Пармезан. Вот он тертый у меня уже лежит здесь. И вот так посыпаем. Он даст как раз немножко соленоватость и выдержанность нашему блюду. И еще мы можем с вами чуть-чуть украсить кешью, да, то, что у нас было внутри нашего песта. Разламываем. Это все можно сделать руками, не обязательно резать нам ножом. Буквально 4-5 штучек будет достаточно. И положим чуть-чуть козьего сыра. И выкладываем раз. Много не надо. И так достаточно очень у нас много вкусов. Но это буквально для пикантности. Наша антипастия с вами готова. Вот такая красота у нас получилась. Это уже наше второе блюдо. Впереди нас ждет еще один рецепт, а также рассказ про увлекательный мир сыроварения. Немного любопытных фактов о сыре. На изготовление одного килограмма сыра приблизительно требуется от 10 до 12 литров молока. Есть понятие «сыропригодное молоко». Это говорит о том, что не каждое молоко подходит. Сыр содержит много белка, кальция, но также и молочного жира, который, в свою очередь, пугает людей и не дает в полной мере насладиться этим прекрасным продуктом. Если говорить о молочном жире, которого тоже все боятся почему-то, лишь только потому, наверное, что там есть холестерин. Как любой белок животного происхождения, а молоко – это продукт животного происхождения, в составе молочного жира есть холестерин. Да, безусловно, он там есть. Но, опять же, говорить о том, что холестерин всем вреден, и не надо есть молоко, и не надо есть сливочное масло, я считаю, что это действительно кошмарить как-то наших потребителей. Почему? Потому что, опять же, у большинства людей, у большинства, в общем-то, нет никаких проблем с усвоением молочного жира. Потому что молочный жир, он достаточно легко метаболизируется в организме человека. Это первое. А второе, что немаловажно, продукты, в которых молочного жира много, то есть классической жирностью, это молоко больше, чем 3,2, это сыр, там, 45%, к которому мы привыкли, это творог, там, от 5% и выше. Эти продукты, они более гармоничны, гармоничны и по вкусу, и по аромату, потому что именно молочный жир несёт в себе вот этот вот аромат кисло-сливочный, кисломолочный, самый сливочный такой вкус. И более того, вот это вот сочетание молочного жира и молочного белка так сложилось, что за тысячелетия мы уже привыкли именно вот к такому классическому сочетанию, когда есть и жир молочный, и белок молочный, и вот углевод молочный, лактоза. Вот эти продукты, такие обычные, классические, необезжиренные, они, как выяснили учёные, они даже усваиваются легче. К сожалению, часто и молоко, и сыр попадают у потребителей в список запрещённых продуктов без медицинских показаний. Но стоит ли отказываться от молочных продуктов, не взвесився за и против? В первую очередь мне очень хочется посоветовать спокойно относиться к питанию, к продуктам. Потому что, правда, сейчас очень много различных мифов, страшилок относительно еды. Это повышает тревожность, и есть даже такое состояние, как ордерексия, такое болезненное стремление к правильному питанию, когда любые отхождения от правил, они вызывают жуткий дискомфорт, тревогу, беспокойство. Конечно, это не про здоровое отношение к еде. Если есть какие-то вопросы, есть какие-то сомнения, есть какие-то, может быть, сомнения и дискомфорт при употреблении определённых продуктов, вот здесь будет всё-таки полезно обратиться к врачу и выяснить, а с чём это может быть связано, и, может быть, правда, есть какие-то заболевания, которые будут уже диктовать особенности рациона, необходимые именно вам. Но чаще всего всё-таки многие продукты мы можем использовать. Молоко и молочные продукты, они входят в базовый продуктовый набор. То есть это те продукты, которые могут и должны присутствовать ежедневно в рационе. Конечно, порция молочных продуктов, количество молочных продуктов в течение дня индивидуально подбирается, но в целом такая очень средняя норма для взрослого человека – это порядка трёх порций молочных продуктов в день. И одна порция молочных продуктов – это, например, стакан молока, 150 грамм йогурта или кусочек сыра 30-40 грамм. Это всё одна порция, таких три в течение дня. Вот это вот средняя рекомендация по употреблению данных продуктов. Выбирайте те продукты, которые вам нравятся, но внимательно читайте информацию на упаковке, срок годности и состав. В этом вам поможет честный знак, который нанесён на каждом молочном продукте. Еда должна быть вкусной и безопасной. И напоследок у нас есть третье блюдо – очень быстрое фритата. Фритата – это итальянское национальное блюдо, а именно сытная крестьянская яичница с разными начинками. Как сделать нам фритату? Нам потребуется сковородка от торговой марки «Надоба» коллекция «Дивна». Сковородка со съёмной ручкой. Но пока ручку мы не будем снимать, она нам ещё понадобится. И мы её ставим на плиту. И разогреваем. Уберём блиновую сковородку, возьмём черри, возьмём нож. Также от торговой марки «Надоба» коллекция «Уна» из нержавеющей стали. И вот так разрежем пополам. И мы с вами чуть-чуть давайте подрежем всё-таки красного лука. Буквально чуть-чуть. Много не будем добавлять. Хаотично измельчим. Давайте посмотрим, нагрелась ли сковородка. Сковородка нагрелась. Наливаю подсолнечное масло. Так, добавляем лук. То, что он хаотично нарезан где-то полосками, где-то кубиком, в фритате неважно, это получается яичная запеканка. Нам нужна будет лопатка от торговой марки «Надоба». И перемешиваем. Так, добавляем черри. Нам надо будет также их обжарить. Вот так со стеблями мы с вами добавляем шпинат. Так, разбиваем три яйца. Сливки 38%. Как я говорил уже, это молочные продукты от торговой марки «Русское молоко». Продукция от русского молока. Натуральная, безопасная, идеально подходит для кульданных шедевров. А самое главное, она невероятно вкусная. Добавляем в наши яйца. Я добавил очень жирные сливки. Но это делать не обязательно. Вы можете взять менее жирные сливки. Перец. Обязательно. Добавляем обязательно соль. И хорошенько мы его взбиваем. Нам надо просто хорошо перемешать яйца и сливки. Вот так. И смотрите, мы с вами сейчас возьмем лопатку и вот здесь немножко подсоберем в центр, чтобы красиво сейчас залить с вами сюда яйца. Вот так. Ну что, магия, да? Отстегнем нашу ручку. И спокойно мы сейчас можем фритату с вами поставить в духовку. Ну что, смотрите. Фритата, она всегда вот такая неказистая. Сюда в разные стороны ее распирают. Вот у меня есть песто, который мы с вами сделали. И буквально вот так польем сверху. Чуть-чуть. Добавим пока что фритата горячая, козий сыр. Но козий сыр в первых двух вариантах блюд у нас был мягкий. Здесь у нас уже будет твердый. Но назвать его твердым, конечно, нельзя. Но и мягким тоже. Что-то среднее. Так. Последнее мы с вами добавим пару ингредиентов. Это свежий шпинат. Выложим. Вот так. Пару ломтиков зернового хлеба. Готово. Я прям хочу подать ее в сковородке. Не хочу ее никого перекладывать. Во-первых, это эффектно. Горячая сковородка. Скворчащая фритата. И плюс нереально вкусно и красиво. Я приготовил три блюда, в которых есть молоко, сыр и творог. Блюда получились очень вкусными и разными, как и само молоко. Сыр – это, конечно, ценный продукт с точки зрения содержания белков. И еще это, конечно же, такой, может быть, десертный продукт, которым стоит наслаждаться, который не может быть в большом количестве, но может быть разнообразным достаточно в рационе и добавлять определенные вкусовые нотки в рацион. Как говорит один мой знакомый, сыр начинается с языка коровы. То есть, что корова поела, что она попила, в каком настроении прекрасном она была, какое она дала молоко. Дальше мы произвели сыр. И сыр же может действительно лежать там два-три года неводишкой. А дальше мы его с удовольствием употребляем. И этому продукту нравится, именно продукту нравится, что он нравится нам. Сыр – это наслаждение для меня, во всяком случае. И я его очень люблю. Напомню, как были приготовлены сегодняшние рецепты. Готовим ингредиенты сразу для двух блюд – для антипасти и брускеты. Болгарский перец сбрызгиваем растительным маслом и плотно заворачиваем в фольгу. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов на 40 минут. У запеченного перца снимаем кожицу и убираем семена с плодоножкой. Перекладываем перцы в миску, добавляем черный перец, оливковое масло, соль, бальзамический крем. Все перемешиваем и оставляем мариноваться. Отрезаем у чабаты ломтик, намазываем его сначала сливочным маслом, затем медом. Обжариваем с двух сторон, а после выкладываем на бумажную салфетку, чтобы избавиться от лишнего жира. Наносим на обжаренный хлеб слой мягкого творога. Сверху маринованный перец, мягкий козий сыр, перья красного лука и листочек свежего шпината. Готовим антипасти. У нектарина удаляем косточку и нарезаем мякоть на небольшие кубики. Перекладываем нектарин в миску, добавляем мед, оливковое масло и перемешиваем. Обжариваем нектарин на разогретой сковороде. Готовим песто. В стакане блендера соединяем петрушку, свежий шпинат, жареный кешью, чеснок, черный перец, соль, пармезан, подсолнечное и оливковое масло. Все пробиваем. Выкладываем на тарелку для подачи маринованный перец, обжаренные нектарины, поливаем соусом песто. Добавляем тертый пармезан и украшаем дробленым кешью и мягким козьим сыром. Готовим фритату. Разрезаем помидоры черри пополам и измельчаем красный лук. Обжариваем овощи на разогретой сковороде с растительным маслом. Затем добавляем свежий шпинат. В отдельной миске смешиваем яйца, сливки, черный перец, соль и все хорошенько перемешиваем. Все, что жарилось на сковороде, заливаем яичной смесью. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов на 15-20 минут. Берем песто из предыдущего рецепта и поливаем сверху горячую фритату. Также добавляем козий сыр и листочек свежего шпината. Подаем с черным зерновым хлебом. Итоги выпуска. Качество сырья, соблюдение температурных норм, чистота и хорошее настроение – необходимые составляющие сыроделия. Внимательно изучайте упаковку продукта. Вы найдете информацию о производителе, о сроке годности и о полном составе. Молочные продукты, в том числе и сыр – часть здорового рациона человека. Исследователи молока считают, что молоко может заменить любой продукт. Но ни один продукт не заменит молоко. И что, я с ними полностью согласен.